Казанский федеральный университет Поднялся на 4 позиции в рейтинге КУЭС В КФУ проходит международная конференция Россия-Япония Политика и история культура Татарстан присоединился к акции Большой этнографический диктант В Казанском университете завершилась Пятая международная конференция Постгеном-2018 В поисках модели персонализированной медицины Участники конференции не только Представили решения актуальных Научно-практических задач Но и получили самые благоприятные впечатления От Казанского федерального университета Подробности с церемонии завершения Научно-значимой конференции Мы расскажем в нашем следующем выпуске А мы продолжаем Казанский федеральный университет Сохранил свое место В топ-50 лучших вузов Среди развивающихся стран Какова стратегия КФУ В дальнейшем продвижении Расскажем в нашем следующем сюжете Казанский федеральный университет Поднялся на 4 позиции В рейтинге Куакуярелли Саймон Среди вузов Восточной Европы и Центральной Азии В этом году КФУ занял 42 место В рейтинг вошли 300 лучших вузов Из 26 стран В этом году в рейтинге появился критерий оценивания Международное научное взаимодействие На основании данных скопус он оценивает Степень открытости университета В аспекте научного сотрудничества Критерий учитывает академическую репутацию И репутацию среди работодателей Количество опубликованных статей Цитирование и другое Стратегия сейчас стоит Скопус это раз Дальше качество статей Практически по всем направлениям Мы нарастили больше чем в 10 раз публикации И теперь стоит задача качества И третья задача стоит в том Чтобы налаживать больше коллабораций То есть стоит задача не только публикации Но и пропаганда научных достижений Также напомним, что в рейтинге другого агентства Times Higher Education Казанский федеральный университет Является лидером в России по направлению образования КФУ входит в категорию 101-125 лучших вузов А в направлении искусства и гуманитарной науки КФУ сохраняет позицию в категории 201-250 вузов Это одно из ключевых направлений Где мы отслеживаем динамику нашего приоритетного направления Весьма небольшое количество вузов представлено в этом направлении И вот мы здесь Это всегда в пятерке лучших российских вузов Это очень важная вещь И мы придаем этому самое большое значение Артем Тупичкин, Универньюз Конференция России и Япония Политика, история и культура Проходящая в рамках Года Японии в России И приуроченной к празднованию 200-летия Российского академического востоковедения Стартовала в Казанском университете 2 ноября в Институте международных отношений Казанского федерального университета Стоялось открытие международной научно-практической конференции Россия и Япония Политика, история и культура Ее проведение приурочено к празднованию 200-летия российского востоковедения А также Года Японии в России Японское направление достаточно новое для Казанского университета Но уже мы достигли определенных успехов в этой области Казанский федеральный университет в рамках реализации партнерских соглашений И участия в совместных научно-образовательных проектах Сотрудничает со множеством университетов Японии Проекты Казанского университета с японскими партнерами Были дважды включены в специальные сборники Кабинета министров Японии Подготовлены к визитам Владимира Ивановича Путина в Японию И премьер-министра Абе в России Это наши проекты по научному сотрудничеству с Институтом РИКЕН С Институтом физических и химических исследований РИКЕН И наш последний проект, который был в мае отмечен Это проект по сотрудничеству с университетом города Каназава В этом году год Японии в России Впервые проводится столь масштабное мероприятие Охватывающее все сферы взаимодействия между двумя странами Надо сказать, что конференция стала уникальным японевическим формом Сейчас мы заинтересованы в том, чтобы люди больше хотели получить образование в Японии И изучить наш язык Я очень рад, что подобное мероприятие проходит именно в Казанском федеральном университете Конференция, организуемая Казанским университетом, сохраняет традиции развития востоковедения Тесное общение японоведов всех возрастов, представляющих самые разные научно-образовательные центры Поспособствует к рождению новых весомых научных идей И скорейшему воплощению в жизни множества знаковых проектов Диана Шилова, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс Восточно-Казахстанский государственный технический университет планирует сотрудничество с КФУ Подробности расскажет Аделя Шимилова В Казанский университет посетили представители Восточно-Казахстанского государственного технического университета Целью визита стало обсуждение взаимодействия с КФУ Как отметила в своем интервью проректор по учебно-методической работе Восточно-Казахстанского государственного технического университета возможность сотрудничества двух вузов обязательно будет рассмотрена. Безусловно, у нас очень много точек соприкосновения. Это касается образовательных программ, которые сейчас у вас активно развиваются. В этом направлении также работаем мы. И я думаю, что совместная работа, она позволит этим университетам хорошо сотрудничать и приведет к каким-то взаимовыгодным, я думаю, результатам. В завершении встречи проректорами двух вузов был подписан меморандум о взаимопонимании. В первую очередь это сотрудничество в рамках образовательных программ в направлении IT-технологий, это робототехника, технологии виртуальной и дополненной реальности. Мы предварительно в вашей лаборатории очень так быстро посмотрели и действительно результаты, которые делают ребята в проектах, они просто восхищают. Я думаю, что в этом направлении нам бы хотелось с вами поработать. Аделя Шамилова, Виолетта Басова, Универньюс. У студентов-педагогов Елабужского института Казанского федерального университета была возможность пообщаться с практикующими преподавателями и узнать много нового. Общение проходило в рамках педагогической школы «Старт». В Елабужском институте Казанского федерального университета состоялось открытие второй студенческой педагогической школы «Старт». Этот форум дает возможность будущим педагогам ближе познакомиться с профессиональной деятельностью. Молодой учитель в цифровом пространстве – таковой была тема школы. Всех участников поприветствовала директор Елабужского института КФУ Елена Мерзон. Все, что вы услышите за эти ближайшие два дня, нужно принимать во внимание и постараться, уже используя свои знания, свой взгляд, постараться использовать на практике. Ветеран педагогического труда Фрида Шакирова выступила перед участниками и поделилась секретами профессиональной деятельности. Это такой некий «Старт» для дальнейшего нашего развития. И я думаю, мастер-классы помогут нам тоже в дальнейшем для нашей практики. Для участников школы была организована работа дискуссионных площадок, на которых ребята смогли пообщаться с практикующими педагогами. Анна Глазунова, Сирена Иванова, Айдар Нурмиев, Универньюз. Оценить уровень этнографической грамотности населения и их знания о народах, проживающих в России, можно было на Большом этнографическом диктанте. Об этом наш следующий сюжет. 2 ноября акция «Большой этнографический диктант» прошла в каждом субъекте Российской Федерации накануне Дня народного единства. Одной из региональных площадок акции стал Институт международных отношений Казанского федерального университета. Участниками этнографического диктанта могли стать жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, независимо от образования, социальной принадлежности, вероисповедания и гражданства. Я думаю, что это очень правильная такая акция, потому что мы должны понимать, на какой земле мы живем, мы должны понимать особенности географические, территориальные, этнографические нашей территории, нашей России. Это как раз следствие очень большой и такой целенаправленной работы, которую ведут органы государственной власти совместно с учебными заведениями, в том числе и с Казанским университетом. Большой этнографический диктант на площадке Казанского федерального университета проходит уже третий год подряд. Региональную часть заданий диктанта составляли преподаватели кафедры истории Татарстана, археологии и этнологии КФУ. Они же и проверяли работу участников. Конечно, наши студенты захотели принять участие в сегодняшней акции. Вот и Казанский федеральный университет очень многое делает для популяризации науки, этнографии, этнологии, которая очень важна в настоящий момент, в сегодняшний момент, когда мы много говорим о российской нации, о создании, об общем гражданстве в Российской Федерации. В республике Татарстан акцию поддержали порядка полутора тысяч участников. Проект осуществляется при поддержке фонда президентских грантов. Артем Тупичкин, Зуфар Галимов, Владимир Нелюбин, Универ Ньюс. А на этом наш выпуск подходит к концу. Следи за нами в социальных сетях и будь всегда в курсе самых свежих новостей. До встречи!